Совсем недавно сторонники террориста Путина считали, что платить им ни за что не придется. Они радовались аннексии Крыма, резне в Гуче, уничтожению Мариуполя, оккупации Керсона, ежедневным обстрелом Харькова. Они желали мирным украинцам погибнуть во время бомбежек. На всему свой конец и скоро придет очередь темлежких террористов. Остановить режим может только ликвидация, а его сторонники понимают только грубую силу. Ответственно заявляем, за каждый удар по Харькову мы, Легион Свобода России, будем наносить удар по путинским убийцам в приграничных областях. Мы будем охотиться за каждым, кто стоит за обстрелами мирных городов и сел. Мы наносим удары всем доступным нам сегодня вооружением, исключительно по военным объектам недоармии Путина. После каждого обстрела мы накрываем огневые точки и места расположения с помощью артиллерии и ударных дронов. Практически всегда трусливая армия расистов прячется в гуще гражданских зданий. Трусы всегда выставляют впереди себя живой щит из невинных людей. Это тактика террористов. Мы призываем всех артистских граждан выгонять путинских военных из своих городов и сел и не позволять прикрываться простыми людьми. Путинская армия – это смерть для всех, кто рядом. Всем, кто хочет вернуть мир в Россию и верит в свержение путинского режима, наша задача – не допустить гибели и ранения мирных жителей. Поэтому нам необходима точная информация о местах проживания путинских военных и передвижениях военной техники, об ангарах, в которых прячут свою технику, складах, в которых лежат снаряды и ракеты. Мы призываем присылать информацию, которая поможет жить мирно и счастливо простым людям как в России, так и в Украине. Пишите на наш официальный бот по ссылке на вашем экране. А те, кто начал войну и те, кто молчал, ждите. Вы запустили маховик войны. Время пожинать плоды. Каждая, отнятая нами унида армии Путина, ракета, полетит в его же псов режима. Каждая трофейная установка РСЗУ разрядит свой боекомплект туда же. За каждый удар по Харкову будет ответ. Ждите и бойтесь. Слава Украине! Слава России! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова